Большое внимание в языке Python уделено работе с последовательностями, будь то списки или, например, итераторы, и работе с функциями. Дело в том, что большая часть стандартной библиотеки языка Python принимает одно и второе в качестве аргументов. Далеко за примерами ходить не нужно. Давайте мы рассмотрим мэп, который мы используем для того, чтобы считывать целые числа из терминала. Мы можем считать два целых числа n и k из терминала, используя такую конструкцию. Мы можем запустить мэп от нашего типа int и от конструкции inputSplit. Когда мы запустим наш данный код, когда я введу в терминал сюда два числа, то я действительно выведу их сумму. Давайте начнем разбираться, почему же это работает. Давайте мы сначала в одну переменную x сохраним наш второй аргумент целиком, затем в мэп мы уже передадим нашу переменную x, а здесь мы увидим промежуточное значение x на экран. Тогда когда мы данный код запустим, сначала запустится функция input, она требует от пользователя введения одной строки в стандартный ввод, то есть в консоль. Мы вводим ей строку 1050, нажимаем enter, и затем с помощью метода split, ту строку, которую мы прочитали, мы на самом деле разбили по пробелу на две строки, 100 и 50. Далее в конструктор класса map мы передаем наш класс int, который мы на самом деле будем использовать в качестве функции, потому что если мы передадим в конструктор int, то есть условно вызовем наш тип int строку, которая содержит в себе целое число, то она будет приведена к целому числу, если это возможно. И также мы передаем наш объект x, который содержит в себе строковое представление из считанных чисел. Что же на самом деле делает map? Он принимает два аргумента, это какая-то функция f и какая-то последовательность a, b, c, неважно какая. И то, что он делает, он на самом деле применяет нашу функцию f каждому из членов данной последовательности. Последовательно. Нужно, однако, помнить, что map в свою очередь является, конечно же, итератором. То есть если мы не будем присваивать здесь две переменные, напишем, что здесь map object, например, затем выведем на экран map object, просто чтобы убедиться в том, что это действительно объект класса map, а затем мы можем сделать такое присваивание, мы можем сказать, что n это next от map object, а k это тоже next от map object. Запустить данный код, ввести два числа, убедиться в том, что map object это у нас map object, и у него действительно есть два метода next, и с помощью них мы можем вытащить n и k, а затем вывести сумму на экран. Однако в языке Python есть механизм распаковки, что позволяет нам использовать множественное присваивание. Если от знака присваивания слева находится больше, чем одна переменная, а справа находится что-нибудь, по чему мы можем проитерироваться, будь то список cartash или в нашем случае итератор, то интерпретатор пытается распихать элементы данной последовательности по нашим переменным. И если элементов там оказалось больше, чем нужно, то тогда он упадет с ошибкой, а если меньше, чем нужно, то он тоже упадет с ошибкой. Поэтому наша старая запись работала лишь из-за механизма распаковки. И мы не смогли бы запустить данный код, если бы мы, допустим, передали сюда три числа. Мы бы увидели такую ошибку, valueError, что у нас слишком много значений, которые мы пытаемся распаковать. Мы ожидали всего два значения. Важно понимать, что объекты класса map вычисляют значения достаточно лениво. В тот момент, когда мы создаем объект нашего класса map, то мы на самом деле запоминаем лишь две ссылки. Мы запоминаем одну ссылку на функцию, и запоминаем одну ссылку на итератор второго аргумента. В тот момент, когда нас спрашивают, какой же элемент является следующим, лишь в этот момент мы считаем следующий элемент из нашего итератора и затем применяем к нему ту функцию, которую у нас передали. Вы можете, однако, заметить, что мы можем написать то же самое и используя обычный генератор. Для этого вместо map мы можем написать такую конструкцию. Мы можем применить int к элементу i для каждого i внутри x. И вы на самом деле будете правы, мы запустим такую конструкцию, передадим сюда два числа, и мы тоже выведем сумму 150. Вы можете сами решать, какой синтаксис вам использовать удобнее и понятнее, однако стоит перестать бояться передавать функции внутри других функций. Давайте с вами также рассматриваем класс фильтр. Класс фильтр принимает в конструктор также два аргумента. Это будет наша функция и это будет последовательность элемента, которую мы хотим отфильтровать. Наша функция должна возвращать логическое значение в true, в том случае, если элемент последовательности нам подходит, и false, если он нам не подходит. Давайте попробуем сочетать список целых чисел и оставить только те, которые являются четными. Для этого мы, конечно же, сочетаем строку, разобьем ее по пробелу, приведем ее к целым числам. Затем мы напишем функцию even, которая проверяет, является ли число четным. Затем мы, собственно, используем конструкцию filter для того, чтобы оставить лишь четные числа. Мы передадим нашу функцию even и передадим наши иксы, которые мы сочетали и привели к целым числам. Затем для каждого четного числа мы его выведем в терминал. И давайте запустим наш код, введем какие-нибудь числа, в том числе и нечетные, что прежде всего мы сильно фильтруем. И вуаля, у нас в терминале остались лишь счетные числа. Конструктор класса filter возвращает нам filter object. Этот filter object все очень как является итератором, и внутри него реализован метод next. Однако конструктор класса, которым вы, вероятнее всего, захотите воспользоваться, когда будете пользоваться итераторами, это на самом деле конструктор класса list. Дело в том, что если в конструктор класса list мы поместим итератор, то он попробует собрать все элементы из данного итератора и поместить их внутрь одного листа. Однако пользоваться им стоит аккуратно. Почти так даже, когда есть файлами, если вы уверены, что ваш итератор, во-первых, возвращает конечное число элементов, и, второе, если они все-таки разумно умещаются в оперативной памяти. Так что здесь мы могли написать сильно проще, мы могли явно выдать конструктор листа от нашего фильтра и затем просто вывести на экран list events. Когда мы запустим данный код, мы убедимся в том, что... А, сначала нужно, конечно же, ввести числа, в том числе и нечетные. И тогда мы выведем список из счетных чисел, которые мы ввели.